Здравствуйте! В эфире программа «Экономика в деталях». На малый бизнес такой, как это предприятие, в республике делают большую ставку. Сейчас в этой сфере занято более 140 тысяч человек. Растет и доля налоговых поступлений в региональный бюджет. Поддержка предпринимателей выходит на первый план. На что могут рассчитывать субъекты МСП? Подробности прямо сейчас. В республике растет количество инвестиционно-привлекательных муниципалитетов. Предприниматели делают ставку и на Мариинский посад, куда каждый год причаливают десятки теплоходов с туристами. Но на пути бизнесменов нередко возникают барьеры. Преодолеть их помогают в Министерстве экономического развития региона. Чтобы поток инвестиций в районы не прекращался, а только увеличивался, ведомстве предусмотрели немало механизмов господдержки. От налоговых каникул до возмещения затрат на участие в презентациях и выставках. На сегодня у нас основных это два направления ключевой поддержки предпринимательства. Это то, что мы создали для них объекты инфраструктуры, которые облегчают доступ к высокотехнологичным оборудованию, кредитным ресурсам. И другое направление – это финансовая поддержка прямая, которая непосредственно оказывает помощь субъектам в возмещении расходов, связанных с приобретением оборудования, с участием в выставочных и ярмарочных мероприятиях. Все показатели у нас по предпринимательству растут с динамикой в среднем в 6%. Эта выручка растет у субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодня их у нас около 47 тысяч. Даже численность имеет тенденция к росту. Если в прошлом году 46, там 500 было, в этом году уже растет. То есть выручка в 6%, налоговые поступления растут. Растут занятые у субъектов малого и среднего предпринимательства в среднем на 1-2%, но все равно имеют тенденции к росту на фоне сокращения вообще общей численности занятого населения. Ну и, наверное, все мероподдержки, которые мы оказываем, они дают свой реальный результат. Приоритетная сфера для Марпасадского района – сельское хозяйство. За последние годы в муниципалитете фермеров стало больше, увеличивается и поголовье коров. Это пастбища начинающего предпринимателя Александра Кузнецова. Александр сдает молоко на местный завод для переработки. Начать свое дело аграрию помогли гранты госпрограммы. В бизнес-плане – приобретение техники и строительство животноводческого комплекса. Объект возвели за считанные месяцы. Тут цепи у меня будут куровы стоять. Тут одна курова, здесь другая курова, а вот эта одна поэтка для двоих куров. Потом розетки идут, чтобы двоенным аппаратом ходить, для двоих. Потом дальше пойдем еще для двоих куров. А это баннер, чтобы было почистить потом. Прежде чем возвести ферму, Александр проштудировал десятки книг и сайтов. Технология продумана до мелочей. Отдельные места для коров и телят в любое время года. Здесь оптимальная температура. Реализовывать задуманные планы предпринимателю помогли льготные займы. За кредитом фермер обратился в агентство поддержки малого бизнеса. Я брал, чтобы для закупки скота, куров купил и настрой материалов. Чтобы достроить, у меня денег не хотело, и чтобы достроить вот эту ферму. Вот эту ферму построили своими руками. До зимы мы сперва поставили столбы, каркас построили, а остальное все зиму работали своими работниками. Для того, чтобы выйти на стабильную прибыль, необходимо увеличить надой и молока. В планах на ближайшие годы строительство еще одной фермы. Александр вновь рассчитывает на льготные займы. В региональном филиале АПМБ бизнесменам могут предоставить 3 миллиона рублей под низкие проценты. В нашем агентстве индивидуальный подход для клиентов. Мы предлагаем индивидуальный график погашения с учетом сезонности, с учетом финансовой возможности клиента. Вот, низкие процентные ставки. На сегодняшний день процентная ставка составляет 7,5% годовых. К нам обращаются представители бизнеса в области торговли, в области услуг, а также сельского хозяйства и производства. Денежные средства запрашиваются для приобретения основных средств, автотранспорта, недвижимости, ремонта недвижимости, а также на пополнение оборотных средств. За льготными кредитами обратились и руководители этого малого предприятия. Займы направили на модернизацию цеха, установили новые станки для распила деревянных заготовок и нанесения шпона. После автоматизации рабочего процесса объемы выпуска мебели увеличились. Мы долго изучали кредитный рынок, конечно, в нашей республике. В итоге мы решили работать с АПНБ, так как нам понравились условия кредитования, низкая процентная ставка. И благодаря всему этому мы могли себе позволить приобретение таких станков, допустим, такого станка, вот, кромкооблицовочного оборудования, что в дальнейшем снизило себестоимость продукции, повысило качество продукции. И, конечно же, клиенты всему теперь довольны. Изначально, когда мы начинали свое производство, конечно же, оборудование было самодельным, более примитивным, скажем так. Кромкооблицовка производилась ручным методом. Это семейный бизнес. Сам управляющий завода рисует эскизы и рассчитывает параметры. Чтобы создать макет мебельного гарнитура, Владимиру Васильеву не нужна компьютерная программа, только ручка и линейка. Для профессионалов это дело пяти минут. Много лет, вот, в 90-х годах тоже, вот, когда тяжелые времена были, вот, в школах тоже, вот, оформить занимался, как художник-оформительный. Ну, вот, с этого осталось. Даже не учился нигде, а вот, учился картефикам, чертение для белочных предметов. Ну, еще многим помогал тогда, вот, да, диплом, дипломы чертил многим, вот, увлекался, вот. Да, именно, вот, графическое. Не как, вот, художный рисунок, а именно графическое чертение. Вот, обычно так же, вот, рисую. Ну, бывает где-то, вот, и, может, линейка, наверное, будет, там, может, поточнее, вот, сказать-то. А так, вот, мне кажется, заказчикам это все понятно уже. Я уж работаю с 13-го года, 15 лет. В числе первых начинал мебель заниматься. Открыв небольшой цех, бизнесмены и подумать не могли, что заказы будут поступать и из других регионов. Продукцию поставляют даже в Москву. Лучшая реклама для предприятия – сарафанное радио. Кому-то сделали мебель. Гости пришли. Где делали? Какие цены? Это красиво получается. Очень довольны. На продукцию малого предприятия поступают и крупные заказы. Именно здесь производили мебель для нового детского сада и школы Цивильска. В ближайшие годы бизнесмены намерены нарастить объемы и наладить продажи за рубеж. Много вариантов, конечно. Ну, делаем, кроме мягкой мебели, все делаем. Гостиная, прихожая, спальня, кухонная гарнитуры, офисная мебель, все подряд. В днишнем году школу номер один запустили, новую школу. Для нее тоже много мебели сделали. В райбольнице часто заказывают мебель. Администрация тоже заказывает мебель. Детскими садами часто работаем тоже. Ну, оказывается, чайная, спонсорная помощь в садикам. Развивать свое дело без кредитов сложно, отмечают предприниматели. Но и банковские займы доступны не каждому из-за высоких процентов. В региональном филиале АПМБ готовы поддержать даже начинающих бизнесменов. Все, и можешь пойти зарегистрироваться и тут же взять кредит в АПМБ на какие-то самые необходимые вещи для бизнеса. Вот. Ну, есть у нас и проблемы в развитии кредитных вот этих наших финансовых институтов. Это то, что на сегодня у нас просто не хватает реально денег, чтобы помочь предпринимателям. Эта поддержка очень востребована, что по агентству поддержки малый бизнес, что по гарантийному фонду. Спрос на льготные кредиты в республике растет. В Госдуме сейчас обсуждают вопрос увеличения займов до 5 миллионов рублей. Это была программа «Экономика в деталях». В очередном выпуске «Новые истории успеха предпринимателей». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова